Далеко выезжать не надо. Практически сразу за новым Барнаульским мостом наша съемочная группа наткнулась на огромную тлеющую площадь. Говорят же сидите дома, вместо этого приезжаем, жарим шашлыки, здесь же курим и получаем такое пепелище. Именно люди и являются виновниками большей части пожаров на территории региона. Если говорить языком спасателей, неосторожно обращаются с огнем. А если проще, не думают о последствиях и жгут прошлогоднюю траву и листву в частных домах, на дачах и на целых полях. Многие сельхозпроизводители по-прежнему считают, что это единственный способ очистить поле от стерни, от сухой травы, это сжигание. По итогу дома не сидят и спасатели, отслеживают нарушителей, используя в том числе беспилотники. Так выглядят частные секторы и дачные участки с высоты. А так уже совсем рядом те, кто может получить административный штраф. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены ответственность. Для граждан предупреждение наложения административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч на должностных лиц от 6 до 15, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Контролировать территорию региона спасатели продолжат, а значит продолжат штрафовать нарушителей. Все-таки призывают людей соблюдать противопожарный режим и не разводить костры. Эта неделя будет очень жаркая, трава очень сухой, пожар может начаться от малейшей искры. Татьяна Голубева, День Стоком.